Друзья, всем здравствуйте! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. И сегодня на канале «Почувствуй себя снова хорошо» мы с вами говорим о такой неприятной истории. Запросы были про герпес. Болела ли им я? Да бесконечно, пока я не сделала определенные для себя выводы, почему это случается, что я неправильно использую, почему так происходит. Во-первых, герпес постоянно активируется на аргенине, когда вы едите много семян, когда у вас яйца, проблема с серной чувствительностью. В общем, ладно, это все, вы об этом можете прочитать. Что сделала я для того, чтобы с этого состояния? Я принимала лизин, я принимала монолуарин, я принимала, что я принимала еще? Я принимала сорбент, я принимала витамин С с биофлавоноидами, ну, в общем, с биофлавоноидами, вы поняли, да? Витамин D я принимала, я знала, что он у меня снижен. Еще я добавила черный орех грецкий. Это было как такой комплекс поддержки, работающий через кишечник. Через час после завтрака я использовала витамин B6. Я постоянно, когда эта история была, принимала чай с подаркой. Это кора муравьиного дерева, которое способствует просто супер-супер иммунной поддержке. И здесь я использую только компанию NSP, друзья, чего и вам желаю, потому что здесь самые чистые для меня, по крайней мере, подходящие продукты. В себя какую-то дополнительную грязь я не ввожу. Далее, в обед, внимание, друзья, внимание, внимание. В обед витамин С опять с биофлавоноидами, но мы помним, что витамин С тоже можно передозировать. Но если у вас уже идет такая история, то нужно как-то спасать организм. Так вот, дальше. Хороший у меня сегодня день. Ужин. Черный орех, цинк пиколинат 50 мг, лактоферин я использовала, потому что я знала, что у меня проблемы с железом. И знала, что бактериальная нагрузка его тоже любит. Соответственно, здесь работает только любимейший лактоферин. Плюс лизин сокращала до 2 г натощак и перед сном. Конечно, все это надо делать под контролем доктора, эндокринолога, другого врача. Но когда вы понимаете, что нужно помочь себе и у вас есть выбор ничего не делать или что-то попробовать, то здесь как бы ваша ответственность. Мое видео носит рекомендательный характер и оно выпущено для того, чтобы вы обладали большей информацией и понимали, на что обращать внимание. И умели задавать, самое главное, правильные вопросы, правильные вопросы и доктору, и себе, когда вы косячите с питанием. Так, дальше поехали. Чего забыла? После завтрака, через час, B2, B3 и B5. А, B6 забыла сказать. И это все по отдельности лучше через, ну, как бы, некоторое время. Потому что мы помним, что группа витаминов B, она важна для поддержки митохондрии. И она важна, да вообще важна для печени, для детокса. Сто раз я вам об этом говорила уже и буду продолжать, в общем, говорить. Перед сном аргинин, лактоферин и пробиотики, друзья, это было железно в моей истории. И так я полностью выздоровела и достаточно долго, надолго распрощалась со своим герпесом. Как-то так, друзья. С вами снова я, Алена. Вы на моем канале, на здоровом биохакинге, да. И сегодня у нас была тема про герпес. И я вас умоляю, я просто вас умоляю, займитесь своим здоровьем. Ваше здоровье только в ваших руках. Доктор, вы, Господь Бог, кто не верующий вселенная. В общем, берите и делайте то, что вы можете. До новых встреч.